Друзья, всем привет! Вы на канале Соленые. Друзья, сегодня с вами говорим на такую тему, как помощь себе в менопаузу и помощь, если у вас проблемы с гормонами. Понятно, вы решаете вопросы с нутрициологом, гинекологом, но сейчас вам расскажу некоторую базу, которую вы должны себе взять за основу. Поэтому женщины, которые находятся в раннем климаксе, либо в ранней менопаузе, они больше подвержены перепадам настроения, стрессу, депрессии и другим нарушениям психо-вегетатики. Почему? Потому что именно в этот момент женщина испытывает хронический стресс. Гормоны не строятся так, как необходимо, и в организме происходит дисбаланс эстрогена и прогестерона. Для того, чтобы сохранить еще какую-то мощь в своем организме, вы должны работать на несколько фронтов, на несколько моментов. Это каждый день давать суточную норму белка, каждый день давать микроэлементы, каждый божий день давать помощь костям, помощь в постройке гормонов щитовидной железы, каждый день давать помощь яичникам и каждый день давать антиоксидантную помощь. То есть здесь вы работаете совершенно в нескольких направлениях. Например, вы понимаете, что вы вышли в менопаузу, либо у вас случилась аминария преждевременная. Выяснять причин очень много. У кого-то реакции на продукты, у кого-то дефициты, у кого-то еще что-то. Вы можете выяснять бесконечно, но помогать себе вам уже нужно начинать прямо сейчас. И здесь, понятно, нужно сдать базовый чекап анализов, но после этого запомнить себе одну вещь, что женские гормоны плохо работают и плохо строятся в условиях дефицита кальция, в условиях дефицита магния, в условиях дефицита белка и железа. Это база. Дальше, необходимость в витамине С для женщины, это как в воздухе. И необходимость в чистой микробиоте. Что значит чистой? Значит, то, что она симбионтная, да, и как сказать, она ваша, да. Это очень важно. Плюс женщина в менопаузе склонна к набору лишнего веса и склонна к перепадам настроения. Как с этим разбираться? Во-первых, научиться готовить себе питание, которое наполнено микроэлементами. И по возможности использовать действительно живые продукты. Следующий вопрос, это повышенная тревога у женщины. Здесь нужно работать с травами, такими как восьмерка, комплекс, суперкомплекс. Это такие фитонутриенты, которые работают с гипофизом, гипоталамусом, с вашей нервной системой, для того, чтобы она не испытывала стресс ввиду смены погоды, смены продуктов, ну, в общем, разных смен. И женщина в аминарии, в менопаузе более склонна к тревоге. Я уже это объяснила. И здесь нам важно работать со сном, с движением и с активным желчеотделением. Казалось бы, при чем тут желчный, но детокс эстрогенов в печени. И желчный также играет огромную роль, если он хорошо работает, усваивая эти витамины А, Д, Е, К. И это суперпомощь женскому гормональному фону. Друзья, чем еще помочь женщине в менопаузе? Во-первых, перестать себя вгонять в ситуацию стресса, значит, перестать себя стимулировать. Снова с вами я, Алена. Надеюсь, это видео было максимально для вас полезно. И вы поставите мне большущий лайк и напишите комментарий. Под видео я могу для вас показать корзину, которую я собираю для своей мамы, которая уже достаточно давно в менопаузе. И какие микронутриенты я ей заказываю и даю на постоянной основе. Что-то меняю, что-то оставляю для того, чтобы менопауза была более спокойной.